Привет, я Даша. И сегодня я буду рассказывать о книге человека, которого зовут Алексей Пахабов. И книга называется «Четыре касты». Кто вы? Выглядит на вот так, в моём случае. И Алексей Пахабов — это экстрасенс. И он в этой книге рассказывает вообще, кто такие экстрасенсы, о мире с точки зрения именно магии, рассказывает о том, какие надо делать упражнения, чтобы развить у себя экстрасенсорные способности. И отвечает на вопрос, постановка ли сама битва экстрасенсов, как он в ней участвовал, как всё это выглядело, как он туда упал, почему он туда попал. Он говорит о нюэфэн-шу и восточных единоборствах, и даже о... Ну, в общем, во всём. И он, да, он делит людей, но, наверное, не людей, а скорее душу человеческую, на четыре касты. Это «Слуги», по-моему, я могу сейчас соврать, «Купцы», «Войны» и высшая каста — это «Магия». Ну, вы догадываетесь, да, к какой касте он себя относит. На самом деле странно, что я захотела купить эту книгу. Дело в том, что в детстве я увлекалась подобной литературой, и многие книги, все книги, будем честны, мне не нравились. У меня было ощущение, что вот рядом со мной находится человек, который что-то невнятно самому себе под нос бормочет, и что-то я не слышала, что-то я додумывала до себя, что он говорит. То есть, ну, это было невнятно, непонятно, и непонятно, зачем вообще всё это говорится. Здесь написано всё очень легко, просто доступно. И когда я носила на «Нафлибе» свой список прочитанного, пролистала так мельком о рецензии на эту книгу других читателей, и с удивлением обнаружила, что многие пишут, что мне сложно, мне непонятно. Ну, не знаю. Книгу я перечитывала уже во второй раз. Первый раз был в 2013 году, когда я, собственно, её и приобрела. И тогда я пришла в огромное от неё восхищение. Такое огромное, что дала другим людям почитать. Поэтому вообще я, ну, потому что, как я уже сказала ранее, изначально не надеялась на что-то хорошее. Сама не знаю, что меня подтолкнуло её приобрести. А, собственно, почему я это сделала? Дело в том, что он смотрит, объясняет людскую... В общем, всё он объясняет на примере, если так будет верно сказать, карт Тара или Таро. Вот вы знаете, я всю жизнь говорила Тара, но в последнее время всё чаще и чаще слышу Таро версию. Я даже не знаю, как правильно. В общем, я не просто так проходила этих карт, они со мной уже с 2000 года, достаточно давно. И мне было любопытно вообще, как это он так... Что он с ними делает на страницах этой книги. Нет, он не учит с помощью них предсказывать. Он там другое. Вы прочтёте, если это, то поймите. Ну и вообще мне было интересно, потому что мы с ним ровесники почти. И место его родина, мы земляки, но не по одному населённому пункту. Ну просто вот его город не так уж далеко от моего. Вот. Он закончил тот же институт, что я только филиаль другого города. И вообще как-то... Нас всегда интересуют люди, которые на нас похожи. Или на которых мы похожи. И я подумала, ну ладно, я рискну. Так и быть. Вот. И тогда, тогда я была в восхищении. Я когда зашла на флип, принести его в список, я увидела, что в прошлый раз я поставила 5 баллов по 5-бальной шкале. Но в этот раз, я не помню, что я поставила, по-моему, то ли 3, то ли 4. Как-то уже некоторые места я прям откровенно пропускала. И на самом деле то, что я рассказываю сейчас об этой книге, поразительно. Потому что на наступающей неделе выйдет мама-влог. И мама будет рассказывать... В общем, тема видео будет достаточно близка к теме вот этого видео. И мы с ней ни в коем случае не подгадывали. Это реально само так вышло. Так звёзды на небе сложились. И вот. Да, как-то так. Это всё, о чём я хотела вам сегодня рассказать. Поэтому на данной ноте я прощаюсь с вами. Пока-пока и до скорых книг. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok